Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 3 июля и сейчас я буду разговаривать о борьбе со слизнями и улитками. Вчера я вам уже показывала видео, что я пропалывала там томаты, оставила эту кучку травы. И там такое большое количество слизней. И вот сейчас я подошла к баклажанам, пришла их обрабатывать. Сейчас буду пропалывать, прорыхливать все, короче. И сразу же буду посыпать вот этими инсектицидами. Я все вам сейчас расскажу, покажу. Дело в том, что баклажаны и перцы это лакомый кусок для наших вредителей. Вот смотрите, видите объеденные листья. Я их высадила очень поздно, у нас было долго холодно. И они только сейчас вот вошли, ну как начали так возмужали, начали активно расти. Только зацвели, вошли в такой рост. И уже листья их очень-очень заметно, прям каждый день подхожу и вижу, что кто-то объедает. Видите, какими фрагментами выгрызают. Но я вот гречу на слизни, потому что, еще раз говорю, позавчера показывала, огромное количество слизней шастает по участку. И, конечно, они питаются тем, что мы вырастили. Вот сейчас я прорыхлю, прорыхлю, прополю и посыплю вот средствами против слизней. Я сейчас расскажу, какие средства буду применять и почему. Ну вообще голые слизни, это я вот пришла к баклажанам. А вообще голые слизни, они очень прожорливы. Они могут съесть хоть что. И томаты, и огурцы. Про перец сладкий говорить нечего, и вот про баклажан. В прошлом году я показывала вам, как они обгрызли у меня монгольского карлика, который лежа выращивается. Вот раньше, в прошлые годы, ну, несколько лет назад, я не видела столько слизней. Мне кажется, вот в последние годы их стало очень много. Вот остаются, видели, наверное, остаются такие, как блестящие следы, вот где слизни шастают, где ползают, остаются такие серебряные какие-то дорожки блестящие. Я сегодня, вчера вот сидела, читала, после того, как я увидела такое огромное количество слизней у себя на участке, сидела, читала, изучала, прочитала, что и слизни, и улитки, они похожи, они брюхоногие моллюски, и размножаются яйцами в землю. И поэтому все советуют, что нужно землю все-таки рыхлить регулярно, и тогда вот эти яйца слизней, они погибают. Не все выводятся. Если они все будут выводиться, это очень много. По 200, по 400 яиц каждый слизень за сезон откладывает. Ну и, конечно, два поколения за сезон вырастают, питаются тем, что мы вырастим. Вот сейчас вот эти баклажанчики, они только-только, такие стали листики, сочные, такие прям хорошие, аппетитные. Конечно, для слизней это деликатес, все. И что самое интересное, я думала, что слизни, они как разовые, но они, написано, живут 5-6 лет, могут зимой впасть в спячку, на будущий год снова проснутся, прекрасно перезимовывают в фазе яйца, так что мне сейчас, если я сейчас не буду истреблять нынешних слизней, они на будущий год все проснутся, никуда они не денутся. Ну и, конечно, самый большой вред они приносят во влажные годы, вот когда дожди часто идут, на пониженных, на таких затененных участках. У меня здесь хоть не затененные, но едят они хорошо. И вот днем-то их, дело в том, что вот придешь, видите, даже трава объедена, может быть, они и травы едят. Днем придешь, их не видно. Они прячутся под какими-то комочками земли, под листьями, в жаркую, сухую погоду, они уползают в более тенистые, в более влажные участки. Вот здесь вот суховато, они, вероятно, приходят сюда только ночью. Самое первое, что вы должны сделать, если вас мучают слизни, вот у меня многие в прошлом году спрашивали, когда я перец показывала, что у меня обголодались слизни, но в том году я поздно хватилась, я уже не боролась, а нынче я начну борьбу прям сразу. И самое первое, это лишить их убежища, не оставлять ни кучки вот этой сорванной травы, как я оставила, и они там у меня все сбежались, выпалывать все сорняки. Вот я пришла, вот у меня небольшая трава выросла, я сейчас всю выпалю, чтобы было вообще голо, чтобы у меня куда не было никакой тени. Надо удалять все какие-то, вот если лежат дощечки, все какие-то там камешки, не допускать полегания растений, что можно подвязывать, чтобы они все стоя стояли. Конечно, рыхлить грунт, если вы не мульчируете, порыхлить при рухлении, еще раз повторяю, возможно, яйца, которые на глубине заложены, они наверх попадут, и они погибнут, потому что слизни и яйца, и слизни все боятся солнца. Ну и второе, и самое главное, конечно, провести обработку. Вот ради чего я сюда пришла, и сейчас буду, я сейчас вам рассказывать, для уничтожения. Ну, проводить обработку, я вот начиталась, многие говорят, что все эти слизни, не это гром, что они токсичные, что если много, вот если, например, весь участок обрабатывать, мы лишний раз ухудшим состояние почвы, и вообще это не безвредно. Лучше обрабатывать, конечно, природными инсектицидами, они и уничтожают слизни, и еще отпугивают. И самым распространенным, по отзывам зрителей, вот по различным статьям, это считается табачная пыль, и все производные, которые сделаны на основе табачной пыли. Это табазол, табагор. Ну, вот вы понимаете, табагор это табак с горчичной примесью, горчичная пыль. Табазол это с золой. Можете еще сделать сами табак с негашеной известью. Все вот эти вот сухое опрыскивание можно. Можно делать настои. Вот запах, сам запах табачной пыли. Вот у меня где-то есть и чистая табачная пыль, но я сейчас не нашла. Я купила все в прошлом году. Видите, запечатанные все пачки. В том году у меня было слизней много, но я поздно хватилась. Вот табак с содой. Вот тоже можно сделать. Содотабачная пыль. Можно, короче, купить один пакетик табачной пыли и делать и с золой, и с горчицей, и с содой, и с негашеной известью. Самый главный компонент все-таки табачная пыль. Вот запах этого табака, она фитотоксична для слизней, для улиток. И вот из-за своей вот этой брюхоногости, они не могут, она и запах отпугивает, и они не могут проползти. Вот я сейчас про опудривание буду говорить. Если вот так посыпать, вот так вот, как, ну, вокруг растения, в приствольный кружок, они не могут уже ползти по этой обработанной поверхности. Оно налепляется же все им на брюшко. Им будет очень плохо. Вот в дождь опудривать, конечно, сложно. И тут на случай дождя нужно делать настои. Настой делать немножко подольше, но все равно. Вот полкилограмма вот этой вот смеси на 10 литров воды двое суток нужно настоять. Потом сейчас кипятить, еще двое суток настоять. И вот это будет только маточный раствор, который можно использовать сразу или можно хранить в прохладном темном месте, но закупоренном. Вот этот маточный раствор вам хватит надолго, потому что на 10 литров воды мы потом берем всего 150 граммов раствора и 40-50 граммов хозяйственного мыла, которое нужно, конечно, пошуркать, растворить, все это развести и опрыскивать и почву, и растения. И вот этот вот настой такой, он же не только у нас слизней отпугнет и убивает. Кстати, вот настой, табак, который в настое присутствует, вот в этом, он прям убивает слизней. Он не только отпугивает, а действительно может убить. Потом делать опудривание раз в неделю. Вот у меня сейчас сухая погода, я буду делать опудривание. Ну и также опрыскивание. Конечно, если прошел дождь, если вы опрыскали, сделали опрыскивание, прошел дождь, то он и запах, и все удалится, нужно потом повторять. И вот этот биоинсектицид, именно на основе вот этой табачной пыли, его можно применять весь сезон. Безопасно и для растений, и для нас, и для экологии. И вот здесь, если вы будете покупать готовые в магазине, тут написано, от каких именно вредителей он идет, от всего. И крестоцветные бложки, которые на капусте, капустные белянки, молодые гусеницы, луковая морковная муха. Вот они идут, улитки слизней, между ряди овощных и ягодных. 50-60 грамм на метр квадратный. Ну это, конечно, все так визуально, все примерно просто брать. Вот так вот и я через это, через крупное сито, я уже показывала вам, опыливание два раза в утренние и вечерние часы. И еще, вот про опыливание, про опрыскивание. Так как слизни у нас ночные жители, то лучше опудривать или опрыскивать поздно вечером, а если опрыскивать, то еще лучше ночью, когда они из своих убежищ выходят, и когда они именно уже заползают, оползают, когда появляются, в этот момент можно больше всего убить слизней. И как раз вот я сейчас полью, вода впитается, прополю, прорыхлю, и к вечеру я всю эту обработку сделаю, ну земли, грунта, и поздно вечером, как только начнет темнять, но ночью я, конечно, не пойду, мне не хочется здесь шариться, ночью я опудрю, и этим я думаю, что я обезопасю свои баклажаны, хотя бы все их не съедят слизни, если даже будет какой-то урон, но он будет незначительный, потому что увидев вчера вот это количество огромной слизней, я поняла, что чем же они будут питаться, конечно, моими баклажанами и перцами, но томаты они, наверное, в последнюю очередь накинутся, когда есть вкусные баклажаны, все. Я сразу скажу, я сама со слизнями вот так буду бороться с этим способом впервые, в прошлом году я все это накупила, у меня еще три пачки есть из золой, табазолы, вот табагоры и чистая табачная пыль, буду использовать и одно, и другое, и третье, ни разу не пользовалась, потому что никогда не было таких количеств слизней, потом я вам, конечно, расскажу, как, ну я не знаю, как, может быть, я увижу где-то дохлых слизней, или, может быть, перестанут объедать лисья, как узнать эффективность этой обработки, я не знаю, но делать буду, и если у кого-то очень-очень много слизней, вот, можете на основе табака применять средства народное, безопасное, а еще мне одна женщина в том году посоветовала на ночь мокрую тряпку, вот где сильно едят, на ночь растилать мокрую тряпку вот на эту дорожку, такую прям большую, хорошо смоченную тряпку, ночью слизней, которые приходят и покушали, на день они обязательно заползут, спрячутся под эту мокрую тряпку, и вы можете утром, ну, часов в девять во сколько, когда они уже улягутся там, поднять эту мокрую тряпку, сгрести их и уничтожить, вот так многие делают, но я даже представить не могу, это зрелище, когда откроешь тряпку, они там кишат, фу, но это такая борьба, вот это борьба просто механическим способом, просто собирать их, и давить, или выбрасывать, некоторые говорят, солью их посыпать, где их много сильно, но я, конечно, не буду их сторожить сидеть, чтобы солью посыпать, вот попробую табачной пылью, все, до свидания, надеюсь, что вот эти вот советы, кому-нибудь помогут, я сама в этом году, впервые начала плотно изучать эту тему, начала интересоваться, что да как, что это за твари такие, потому что раньше не было сильно таких нападений, а теперь вот, чем больше вредителей, тем больше голова пухнет, как с ними бороться. Продолжение следует...